Всем привет дорогие друзья! Надеюсь, что вы не сильно скучаете в эти тяжелые для многих дни самоизоляции. Сегодня будет ремонт для одного из наших подписчиков. Прислали наушники. Достаточно необычная модель. Не встречал еще таких. Стилизованные они под кошачью тему и имеют дополнительные динамики в ушках, а также подсветку. Так понимаю, что предназначены эти наушники для стримеров. Дефект связан с подсветкой. В некоторых положениях чашек она мерцает, либо вовсе пропадает. Дефект проявляется при манипуляциях конкретно с левой от нас чашкой. Очень похоже на обрыв проводов, проходящих в дужке, элемента соединяющего чашки. Но, наверное, могут быть и другие варианты, в зависимости от строения наушников. В общем, попробуем разобраться. Для начала посмотрим, что внутри чашки. Той самой, при манипуляциях с которой проявляется дефект. Извлекаю амбушюру, затем выкручиваю крепежные винты, отключаю провод динамика и откладываю крышку. Внутри располагаются платы электроники. Кабель, идущий от второй чашки и ушек, подключается к плате через отдельный разъем. Провода к контактам разъема соединены методом обжима. И возможно, что проблема связана с дефектом обжимного соединения. Если это не так, тогда проблема в повреждении одного или нескольких проводов кабеля. Не представляю, как можно заменить проводки по отдельности. Также не знаю, где взять новый подобный кабель в сборе, чтобы заменить неисправный. И поэтому, в общем-то, хотелось бы верить, что проблема действительно в некачественном обжиме. Это отчасти подтверждается тем, что при шевелении отдельных проводов в районе разъема, подсветка начинает мерцать. Думаю, что стоит попробовать пропаять контакты, чтобы они намертво спаялись проводами, а потом уже смотреть на результат. Извлекаю один из контактов. Наношу немного флюса и пропаиваю. Использовал слишком большое количество припоя, из-за чего лепестки контакта спаялись вместе. Это плохо, так как контакт теперь не войдет в соответствующий штырек ответного разъема. Убираю лишний припой при помощи медной оплетки. Теперь можно установить контакт на место и перейти к следующему. Таким образом пропаиваю все проводки. Для большей наглядности покажу под микроскопом, как это происходит. Извлекаю контакт и прогреваю его до момента оплавления изоляции провода, которая при нагревании работает как флюс. Затем следующий контакт и так далее. Пропаивать контакты, не извлекая их из разъема, не представляется возможным. К ним не подлезть даже самым тонким жалом из тех, что у меня есть. После пропайки проводов промываю разъем, подключаю к плате и проверяю работу. Подсветка теперь работает и никак не реагирует на движение чашки. Можно собирать. На всякий случай фиксирую разъем на клей B7000, а сам кабель на термоклей. Таким образом при движении чашки кабель больше не взаимодействует с разъемом. Устанавливаю на место крышку, надеваю амбишуру и тестирую наушники. Сначала никаких проблем с подсветкой не было. Ну а на следующий день после ремонта кое-что проявилось. Пропала подсветка правого уха. Причем подсветка появляется и пропадает при взаимодействии с той же чашкой. На этот раз в решении проблемы решил поступить кардинально. Полностью отказаться от разъемного соединения проблемного кабеля. Припаяю провода напрямую к плате. И если проблема в соединении, то дефект больше не проявится. Выпаиваю сплотный разъем при помощи фена. Ставлю плату на место и припаиваю провода кабеля напрямую к монтажным площадкам для разъема. Конечно же важно припаивать каждый проводок на свой контакт. Путать их местами нельзя, иначе что-то перестанет работать. Подсветка или звук. Работаю вот таким образом. Сначала выбираю проводок, далее залуживаю его и припаиваю к соответствующему монтажному контакту. При завершении работы я еще раз осматриваю провода, не напутал ли с последовательностью. После чего подключаю батарею и проверяю работу. Нет реакции. Возможно следует подключить кабель зарядки. Так и есть. Подсветка всех элементов заработала. И можно опять собрать чашку. Тестирую наушники, периодически проверяю их работу в течение нескольких суток. На этот раз дефектов больше не появилось. Значит проблема действительно была в разъемах, некачественном электрическом контакте их выводов. И это хорошо, потому что работа по замене или ремонту кабеля была бы гораздо более времезатратной. Будем надеяться, что кабель здесь использован надежный, который не потребует ремонта в ближайшее время. Так или иначе, на этом считаю свой ремонт завершенным. Благодарю вас всех за внимание и до новых встреч в других ремонтах. Субтитры сделал DimaTorzok